У него все отпадает, все кожные покровы. Это страшная вещь. Я не могу страданий видеть. Моему мужу уже помогите. Я не знаю, что делать. Министерство здравоохранения Краснодарского края. Жители края не дадут соврать. Вот это здание такое красивое, благоустроенное, совсем не чета большинству медицинских учреждений. Сегодня мы сюда приехали для того, чтобы рассказать умопомрачительную историю. Медицинский работник 30 лет своей жизни отдал тому, что лечил детей. От него просто отворачиваются на всех уровнях здравоохранения Краснодарского края. Расскажите, пожалуйста, свою историю. Мой муж лежит в Славянской ЦРБ, индициональной отделении синдрома Лаэлла, токсическое поражение кожных покровов. 7 июня. По сегодняшний день у него отторгается вся кожа, слазит все кожные покровы. Дошло уже до 5, с головы до 5. Я обращалась и к начальству. На горячие линии звонила в Краснодарский здравоохранение, в Министерство здравоохранения Краснодарского края. Везде мне отказ. Пускают на местное руководство. И там ничего не решается. Да, мы консультируем, да, он получает лечение. Гемодинамика стабильная. Но он там весь, там у него все отпадает. Все кожные покровы. Это страшная вещь. Обработки это вообще смертельно. Как ему можно помочь, на ваш взгляд? Почему его не берут в краевой больнице сейчас в Краснодарске? Говорят, что он геномически стабильный. И лечению в краевой больнице не подлежит. Но там основное лечение – это плазмомоферез, очищение крови, которое у нас не делается. Я не знаю, что делать. У меня уже последняя попытка. Хоть достучаться до кого-то я не могу больше. Обязательно нужно сказать, что главный врач Славянской ЦРБ, несмотря на то, что человек проработал именно у него в здравоохранении Славянского района, вот эти 30 лет он не идет вообще ни на какой контакт. Не пытается помочь человеку, хотя вы не раз к нему обращались, да? Я когда звонила на горячую линию в Министерство здравоохранения, мне сказали, что обращение отправит нам местное руководство. Ну после этого ни обратной связи, ничего. Я в телефонном режиме спрашивала, помогите. Я плакала вдруг, помогите. Она говорит, ничем помочь не могу. Он консультирован кровными специалистами. Госпитализации он в крае не подлежит. Ну как? Так, если основное лечение, что? Он получает, да, поддерживает сейчас терапию, а потом что? Этот комплекс продолжает его разрушать внутри. Даже не нужно быть специалистом в области здравоохранения для того, чтобы прочитать в интернете, что основной метод лечения – это экстракорпоральное очищение крови. Такого оборудования в Славянской ЦРБ нет. На протяжении 9 дней, когда лежит пациент в реанимации, муж сотрудницы Славянской ЦРБ, муж влача-педиатра Славянской ЦРБ, главный врач даже не зашла в палату, не поинтересовалась состоянием больного, не предприняла никаких действий для того, чтобы перевести больного в Краснодар, в краевую клиническую больницу, где имеется такое оборудование. В настоящее время пациент, который поступил в относительно стабильном состоянии, у него были только некоторые очаги на коже, отторжения. Сейчас полностью кожа, просто это ужасное зрелище, кожа полностью сходит даже уже на пятках. И дело в том, что супруга, сейчас она подтвердит, она сама покупает препараты, в том числе и медицинскую синьку, которая в 21 веке в Славянской ЦРБ является одним из основных препаратом лечения этого пациента. Она покупает синьку. Что вы еще покупаете? Белодерм Экспресс Спрей. Белодерм Экспресс Спрей, который маленький тюбик, стоит 700 рублей, и хватает его на один раз обработки всей пораженной поверхности кожи. Зарплату вы получили какую в этом месяце? 30 тысяч. 30 тысяч рублей. Главный врач даже не выплачивает им дополнительные заработки, хотя люди сейчас работают в поликлинике, с ваших же слов, на две ставки. Сказала, ничего не подпишу, никакие приработки, потому что вы не выполнили план по диспансеризации. Так вот, я прошу обратить внимание правоохранительных органов на ситуацию, которая складывается в Славянском ЦРБ. И посмотрите, пожалуйста, в каких условиях находится этот пациент. Дело в том, что это тяжелейшие пациенты, они должны находиться в идеально стерильных условиях. Сейчас с него сойдет кожа, все тело превратится в раневую поверхность, к которой присоединится вся возможная инфекция. Вы посмотрите, супруга сняла видео этой так называемой реанимации. Туда не только больному, туда здоровому заходить нельзя. Я не понимаю, куда смотрит Росздравнадзор, куда смотрит Министерство здравоохранения. Конечно, хотим извиниться перед Министерством здравоохранения Российской Федерации, Краснодарского края, за то, что поднимаем такую серьезную тему накануне вот этого Дня медицинского работника в России. Цветы, конфеты, все поздравляют. А по факту, что получается, что вот эти медицинские работники, которые всю свою жизнь посвятили тому, что лечили людей, кого именно нужно поздравлять, вот они никому становятся не нужны, как только сталкиваются сами с проблемами. Вот и ответ на вопрос, помогут ли нам с вами, когда нам по-настоящему будет плохо, в Министерство здравоохранения Краснодарского края не поможет, если даже родственникам вот таких вот заслуженных медработников никто не хочет помочь. Я не могу страдать, не видеть моему мужу, уже помогите, я не знаю, что делать. Пытаемся попасть в Министерство здравоохранения Краснодарского края, для того, чтобы попасть вот в эти красивые кабинеты и узнать, почему вообще обрекли вот супруга заслуженного медицинского работника Краснодарского края вот на такую, получается, мучительную смерть. Задняя дверь, там показывают обойти с заднего двора. Непростому смертному пациенту, ни даже заслуженному врачу вот попасть в Министерство здравоохранения Краснодарского края просто так не получится. Там на центральном входе надпись «Вход со двора», та дверь напрочь закрыта, с фасада заходят только сотрудники. А обычный человек, ну, проситель в данном случае, может зайти, но только с заднего входа, чтобы он не смущает взоры, ну что, министерство. Ну вот что интересно, вот этот вот черный вход, которым есть отсылка сюда, на задний двор, здесь только контрольно-счетная палата Краснодарского края. Указательно, что это вход в Министерство здравоохранения, нет. То есть, по всей видимости, не предполагается, что люди вообще могут заходить в Министерство здравоохранения Краснодарского края. Можно только звонить, но когда люди звонят, ну, никакой реакции. У вас есть надежда попасть к министру? Нет. Это звоночек. А здесь номер кабинета набрали конкретно какой-то, вот, допустим. Кто нам, министр, да? Это как Е. Ну, министра нет. А, министр не обозначил. Ну, здесь, ну, тут точно сидит министр, на пятом этаже. Ну, вот они тут и сидят. А скажите, пожалуйста, министр здесь сидит? Нет. Ну, здесь приемная, да, но министра здесь нет. А, ну, заход, вот, давай, приемную. Так вот, повезло. Давай. Вот здесь вот за этими дверями, да, металлическими, сидит министр, я правильно понимаю. Ну, тут заперто. И вот видеодомофон, получается, у нас снимается. Пустите, уважаемые, вот, заслуженный врач. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте, подождите, подождите. Заходите. Вот у нас проблема возникла. Заслуженный медицинский работник Краснодарского края. Ее муж, вот прямо сейчас, умирает от болезни. И ему не могут славянской ЦРБ определить, что ему нужно лечиться в ККБ, в Краевой больнице. И он прямо сейчас умирает. Вот мы пришли к министру, потому что звонки, я так понимаю, вы звонили, звонили, но никто не отвечает, никто помочь не смог. Приглашу компетентное лицо. Вы что-то хотели? Да, да. Я начальник отдела работы с обращением граждан. Ну, это что? Нам нужен кто-то, кто может принять решение. Уводящего состава. Заслуженного медицинского работника Краснодарского края. Прямо сейчас умирает ее супруга. В славянской ЦРБ ей не могут никак оказать помощь. Ему нужен перевод в Краевую больницу. Это вы решили, да? А почему там нельзя было с нами поговорить? Ну, надо звонить и узнавать с пациентом. Как я вам могу сказать? А там нет телефонов? Это же не репортаж? Конечно, нет. Это же не репортаж, это перевод пациента. Если для вас это репортаж, то другое вопрос. А 14 дней назад? В смысле репортаж? Ну, вот вы сейчас как-то очень нивелируете значимость вообще журналистики. Потому что, извините, но до сих пор никакие звонки не помогали. Министерство бездействовало. Понимаете? Молодой человек. Бездействовало. Давайте разберемся. Давай. Давайте, заходите сюда. Вы со съемкой подождите тогда. Потому что это персонально. Она разрешила. Она законный представитель супруга. Это жена. Давайте зададим вопрос ей. Давайте зададим вопрос ей. Она за то, чтобы это снималось или нет? Что бы она дверью закрывалась? Она законный представитель пациента. Она разрешает. Не надо нам это самое, закрывать рот. Ведите себя прилично. Вы в государственном учреждении работаете. Объясните ситуацию. Лежит в реанимационном отделении Славянской ЦРБ. 7 июня. Синдром Лаэлла. Это тотальная отслойка кожных покровов. Процент поражения на сегодняшний день составляет 100%. Я обращалась на горячую линию сюда, в Министерство здравоохранения Краснодарского края. Этот вопрос опускают на местное руководство. Я обращалась к местному руководству о решении этой проблемы. Потому что условия, которые есть в реанимационном отделении нашего Славянской ЦРБ, не соответствуют данным заболеваниям. У него идет тотальное поражение всех кожных покровов. С головы до пят. Вчера появились уже новые высыпания, пузыри на пятках. Переводить они его отказываются. Краевая больница не принимает его. Санавиация не госпитализирует его. Ссылаясь на то, что стабильно тяжелое положение. И лечение он неподвижно на местном уровне нужно лечить. Но на местном уровне нет того лечения, которое есть в клинической краевой больнице в первой городе Краснодара. То есть ему нужно делать плазму феррес. Лечение, в принципе, с 7 числа по сегодняшний день ничего не меняется. С учетом, что кожные покровы я лечу сама, я покупаю лекарства, отдаю и они обрабатывают. Это невероятное болевое состояние моего мужа, когда я прихожу. Вы понимаете, когда она тотально... Там все, там спина голая, кожа нет. Я какие двери только не стучалась. И помощники, и Минздрав, и депутаты. Вы в Минздрав приходили? Я не приходила в Минздрав, у меня нет возможности. Я отсюда не уйду, поверьте. Я здесь ночевать останусь, если вы не решите ничего, потому что я не могу в состоянии моего... Я вам вас спрашиваю. Может, покойтесь, вам водички дать? Не надо. Посидите, пожалуйста, сейчас мы будем решать этот вопрос. Все, конечно, зависит от руководства подразделения. И, как обычно говорят, когда приходит новая метла, она метет по-новому. В Славянской ЦРБ пришла новая главврач. Предыдущая ушла по собственному желанию. Но как-то не видно никаких положительных сдвигов, что что-то идет в плюсе. Даже вот живой пример. Человек просто умирает в подразделении, просто человек умирает, а ему не оказывается никакая помощь. При том, что от родственников требуют лекарства для того, чтобы его лечить. Простые лекарства, которые, в общем-то, должны быть, находиться в этом подразделении. Конечно, все насторожены, что вот своему сотруднику не оказывается помощь. Что можно говорить о простых, будем говорить, смертных? Вот мы приходим в больницу, как нас тогда обслуживают, если медперсонал не обслуживается? То есть просто страшно приходить в больницу, чтобы не получить еще что-нибудь, кроме того, с чем ты придешь. Вы говорите, 1 на миллион, да, вот это вот, влезет? Статистику я не могу, конечно, точно сказать, но это очень редко, когда такое тотальное поражение кожи. Я говорю, были бы мы, наверное, в Москве, этого бы не произошло. Или хотя бы, если бы сюда и подвели, этого бы не произошло. Если бы раньше положили бы, сделали бы плазмоферез, хоть часть бы сохранили, может быть, этих кожных покровов. Сейчас вот если придет вопрос о трансплантации, нет куда, кожи нет. Некуда просто брать. Представьте, всю кожу заменить, это как? Сейчас в пылинии санавиакции занимаемся переводом в край. В крыльную больницу, да. Или в первую, или во вторую. Ладно, уферез во второй есть. Там все есть. Там такая же краевая, как первая. Поэтому сейчас разберусь. Я подожду, пока санавиация не приедет. Сейчас стало известно, что Министерство здравоохранения Краснодарского края отреагировали. И сейчас решается вопрос о том, чтобы вызвать реанимобиль, который из Славянска на Кубани доставит пациента в краевую клиническую больницу города Краснодара, где есть необходимое оборудование для того, чтобы оказать, наконец-то, спустя много дней человеку медицинскую помощь, чтобы остановить тот процесс, когда у него просто слазят кожные покровы. Потому что, как вот сообщилась сейчас и супруга врач, то, что делалось до сих пор, это лишь было поддерживающее лечение, только чтобы пациент не умирал, а кожа слазить продолжала. Искренне надеемся, что в этом случае Министерство здравоохранения оказало такую нужную, необходимую помощь пациенту. И действительно, с ним будет все в порядке, он выживет. Более подробную информацию уже в тексте напишем, чем эта история закончилась. В первую очередь, конечно, о помощи конкретному человеку, ну и о дне медицинского работника, как его у нас приходится отмечать в Краснодарском крае. И, к сожалению, вот этот случай, он далеко не единичный. Так понятно, что здесь очень редкая болезнь, но случай очень нередкий, когда пациента просто, ну, приходится умирать из-за того, что на него никто не обращает внимания. В том числе и на уровне Министерства здравоохранения Краснодарского края, пока эта вся история не имеет большую огласку.